В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захариан. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. Геннадий Труханов вновь продемонстрировал небывалую щедрость. Правда, не ко всем одесситам, а к людям из его близкого окружения. Так только за полтора месяца городской глава раздал материальной помощи почти на 4,5 миллиона гривен. И большая часть этих средств досталась общественным организациям, которые поддерживают политику одесского мэра. Отношение Геннадия Труханова к общественным активистам, как все мы знаем, мягко говоря, сложное. Он их явно недолюбливает. Какими только словами и выражениями не награждал городской голова критикующих его граждан. И дураками, когда эти вышли на защиту французского бульвара. И шизофрениками, когда люди протестовали против принятия зонинга. Организацию «Зеленый лист» окрестил «Зеленый глист». Ну, в общем, не скупился Геннадий Труханов на нелестные эпитеты. Но прошло время. Геннадия Труханова осенила. Ведь можно насоздавать липовые общественные организации, которые будут кормиться из рук головы. И, соответственно, не только не будут выступать против своего хозяина, но и будут использоваться как некий противовес общественным организациям, которых сам мэр ненавидит. Так стали появляться фейковые организации инвалидов, интригующие разве что своими названиями. Например, инвалиды художественного творчества, которым выделили огромное помещение в самом центре города за сущие копейки с правом выкупа. Или, например, прирученные Трухановым псевдопатриотические организации, рвущие за своего кормильца горло и тельняшки, а если надо, рвущих неправильных для Труханова активистов. Или целая армия тетушни, созданная мэром под видом муниципальной охраны, защищающая обычных граждан, а на самом деле для борьбы с неугодными. Путешествующие за нашим головой по всем судам, не пускающие активистов на городские сессии, молотящие их дубинками и травящие газом. В общем, списочек можно продолжать до бесконечности. Но если раньше Геннадий Труханов своим выкормышем помогал, что называется, по-тихому, после многочисленных отпусков, командировок, больничных и бесед с НАБУ, наш голова, кажется, совсем от страха голову потерял и не только собрал подписи с общественных организаций в свою же поддержку, но и поддержал некоторых материально. Причем очень неплохо поддержал. Если обычным одесситам в случаях необходимости выделяются до нескольких тысяч гривен от помощи максимум, то прислуживающих ему товарищей Труханов одарил по-царски, раздал по полсотни, а то и сотни тысяч гривен. Вот что пишет издание «Смотри», цитируем. Выделение адресной материальной помощи от опального одесского городского головы Геннадия Труханова, который на данный момент проходит по громкому уголовному делу, нередко выделяемые в крупных суммах прикормлены общественникам. Как оказалось, мэр города в конце февраля, в начале марта раздал материальные помощи на 4,45 миллиона гривен. Данную информацию можно найти на официальном сайте мэрии. Примечательно, что в среднем помощь простым одесситам от городской власти не превышает 10 тысяч гривен. Но ряд людей, среди которых члены общественных организаций от Труханова, могут получить и более 100 тысяч гривен. Например, 51 тысячу гривен из денег налогоплательщиков отданы распоряжением Труханова некоему Александру Тютереву, который является членом правления ООО «Автостоянка-Волна». Конец цитаты. А вот на официальном сайте Гурсовета распоряжение Труханова материальным награждением еще трех представителей общественных организаций, один из которых служит полицейском шторме, а двое других – муниципальной охране при мэрии. В службе вообще, конечно, нет ничего плохого, но, как говорил один литературный герой, служить бы рад, прислуживаться тошно. Оборудование Одесского аэропорта может уйти за долги города, которые на сегодняшний день составляют более 125 миллионов гривен. Как сообщают одесские СМИ, на так называемом голландском аукционе будет продано движимое имущество предприятия, а также рентгенотелевизионные системы безопасности. Почему так произошло и чем голландский аукцион отличается от обычного, узнавали наши корреспонденты. Тягачи, автобусы, конвейеры, многое другое движимое и просто имущество Одесского аэропорта может уйти с молотка. Почему? Да потому что город в долгах по самые уши нашего головы. Как пишет ресурс УБР, кредитный договор был заключен 3 июня 2014 года с компанией Аэропорт Хендлинг, которая обслуживает пассажиров и воздушные суда в Одесском аэропорту. В качестве залога выступает разнообразное движимое имущество, 4 тягача, автобус «Мерседес», багажные конвейеры, металлодетекторы, рентгенотелевизионные системы безопасности для осмотра ручной клади и так далее. Также в качестве обеспечения кредита фигурируют некие имущественные права и обязательства на сумму 52 миллиона гривен. И что любопытно, подобная же ситуация, имеется в виду коммунальное имущество, которое сейчас идет с молотка под предлогом докопившихся долгов, денег, взятых в свое время на заработные платы сотрудников коммунальных предприятий, касается сотен городских объектов. Так, имущество теплосетей ТГО, которое находилось в залоге, будет отдано за долги перед банком «Надрой», причем отдано практически за бесценок. Там в залоге находится очень много различных объектов, в том числе административных объектов, в том числе и здания даже на Думской площади 1. Плюс есть ряд объектов и коммунальных предприятий, и аэропорт, и Варнинская, где само ТГО находится. Все наши административные здания районных администраций, есть ряд зданий, в которых находятся, скажем так, государственные органы за 1 гривну в год. Это налоговая, милиция и так далее. И что-то нужно с этим сделать. Причем сумма не такая уже большая, чтобы нельзя было к ней подойти по-хозяйски. Ну, как-то было так, скажем, очень непонятно и очень уклончиво мне было отвечено, что, ну, как бы денег нет и так далее. То есть мы в долгах, у нас нет денег, но при этом на депозитах в банках лежат сотни и сотни миллионов бюджетных средств. Не говоря уже о кредитном миллиарде, дружно взятом городским советом в лице чиновников и депутатов у одного из госбанков. На сайте Прозора начались торги. Причем я пока до конца как бы не могу прокомментировать. Это затеял, получается, Национальный банк Украины, либо, допустим, я не знаю, условно говоря, там, компании, которые выкупили кредитный портфель банка Надра. И есть очень печальная перспектива и очень серьезная перспектива продажи коммунальной собственности, которая находилась в банке Надра в залоге. И вот там достаточно очень интересный, очень непростой перечень для нашего города находится. Причем ситуация с тем, что все это время мы не можем погасить тело и мы не можем до конца разобраться то ли НБУ, то ли фонд гарантирования вкладов, то ли опять же какие-то третьи лица, которые выкупили кредитный портфель. Мы не можем решить эту проблему с закрытием и сохранить коммунальную собственность. То мы видим, что эту коммунальную собственность хотят продать. И причем, если, например, она была ее оценка там в районе 200 миллионов гривен, там 180, порядка 220, плавающая цифра, то на сегодняшний момент по Прозору, допустим, мы видим, что эту же коммунальную собственность, эти же объекты могут продать всего лишь за 55 миллионов гривен. Нельзя не отметить, что во многом такое отношение к собственности громады сильно смахивает на хорошо отработанную коррупционную схему по присвоению этой самой собственности в особо крупных размерах. Ведь большинство из вышеперечисленных объектов могут быть отданы частнику в любой момент. Может быть ситуация, например, из Касовского и появление нового здания административного городского совета. И вот ситуация с тем, что не хотят или не могут по каким-то непонятным, объективным, субъективным причинам решить вопрос по банку НАДРА, по кредиту ТГО, взятому под проблемы ТГО. Что в этом всем появляется такая схема, когда хотят просто заинтересованные лица, которые, я так понимаю, филированы городской власти, просто забрать коммунальную собственность вообще за копейки. Но вишенкой на торсе, или скорее последним гвоздем в коммунальном гробике, стало известно о том, что аукцион, с которого толкнут вышеперечисленное имущество, это будет не просто аукцион, а голландский аукцион. В правилах которого непонятие стартовой цены, так сказать, чем больше, тем лучше, а наоборот, побеждает тот, кто готов заплатить сумму поменьше. Я так понимаю, депутаты Верховного Совета, наверное, в большей степени подраспил государственного имущества на каких-то заводах, фабрик, тех объектов, которые еще есть в государственной собственности, конечно, могут оказать очень, знаете, такую, как говорится, бесплатную помощь городским чиновникам, которые в свою очередь захотят распилить коммунальную собственность. И вот здесь как раз появляется в том числе тот вариант проведения аукциона, как вы говорите, голландский. Когда действительно, если, например, никто из участников аукциона не подтверждает своей ставкой и заявленную цену, тогда эта цена снижается. Причем она может снижаться чуть ли не в два раза, до 50%. Ну, понятно, рука руку моет. Ну, а простые одесситы могут довольствоваться тем, что расплачиваться за все придется и им, и самому городу, от которого, кажется, скоро вообще ничего не останется. В судебном процессе по военному аэродрому Школьный появились новые обстоятельства. Сторона ИСА предоставила дополнительные документы, подтверждающие обвинения в адрес городского совета. Это может существенным образом повлиять на исход дела. Новые подробности в деле по иску общественника Михаила Кузыконяк к горсовету выяснились уже после начала слушаний. Как считает ИСТЕС, полученные им документы подтверждают факт нарушения городским советом права Министерства обороны на пользование земельным участком. В связи с этим решение сессии о предоставлении коммунальному предприятию городское капитальное строительство разрешения на разработку проекта отвода земли подлежит отмене. Было подано заявление об изменении исковых требований. Но фактически претензии к муниципальной власти не изменились. Аэродром нужно сохранить. Министерство обороны и капитальное строительство без отримания згоди земликористовача, тобто Министерство обороны, фактически распорядилися земельною ділянкою, щодо якої отбывается суд в нашем случае. Тобто, когда какая-то особа хочет отримать дозвіл на разработку проекта землеустроя, вона має отримать нотариально засвечену згоду земликористовача. В данном случае земля в користовании была Министерства обороны. Без отримания такой згоды, Министерство обороны приняло решение про надание дозвіл на разработку проекта землеустроя. И сегодня ця земельною ділянкою вже сформована. Опасения стороны ИСТА вполне обоснованы. Судя по тому, как в Одессі соблюдаются законы, застройщик может начать работу, не дожидаясь решения суда. Остановить ее будет сложно. Представитель третьей стороны, выступающий на стороне ИСТА Министерства обороны, попросил время на ознакомление с документами, предоставленными суду горсоветом. Заседание перенесено. Инвесторы печально известного долгостроя на 16-й станции Большого Фонтана в очередной раз пришли на встречу с прокурором Одесской области. Обманутые вкладчики требуют наложить арест на их имущество и не затягивать расследование. В очередной раз обманутым инвесторам ЖК «Золотой берег» приходится идти к прокурору области. Ситуация с печальным долгостроем тянется уже много лет, и вкладчики до сих пор не получили свои квартиры. Недострой этот стоит с 2006 года, должен был быть сдан в 2008 году. Вот ровно 10 лет его никак не могут достроить. Ни для кого уже сегодня не секрет, что там открыто целый ряд уголовных дел, что выведено было с недострой около 30 миллионов долларов, в принципе, что и не дало достроить этот дом. Прокурорт области дал много обещаний. Только решиться ли этот вопрос в скором времени неизвестно. Мы пойдем индивидуальным шляхом, конкретно с прозвищами, с метражом, с показанными координатами. Если сегодня не подает, завтра сранку, то за эти дни до понеделка оно будет пропрацовано и понеделок уже будет подано. Более 40 человек подписали письмо с требованием наложить арест на их имущество, для того, чтобы оно впоследствии не было перепродано. Также обманутые вкладчики требовали вскоре довести до суда уже открытое уголовное производство по афере с недостроем. Предприниматели популярного в Одессе автомобильного рынка «Успех» продолжают борьбу за свое конституционное право на труд. Принятое осенью прошлого года решение Гурсовета ведет к уничтожению предприятия. Но слушание дела по исковым заявлениям работников рынка в Приморском районном суде затягивается. Еще в октябре прошлого года на собрании группы предпринимателей автомобильного рынка «Успех» было решено подавать иски с требованием, признать незаконным решение сессий и обязать депутатов их отменить. Горсовет передал компании «Район Успешный» два участка, где уже 20 лет находится автомобильный рынок и позволил оформить отвод земли. Люди построили там магазины за свои деньги, я подчеркиваю, либо приобрели их у других предпринимателей. И власть городская в лице представителя главного власти Труханова, в лице депутатов городского совета, по факту этих людей вместе с их магазинами передала своей же частной компании. То есть как, не знаю, как рабов в средневековье, я не знаю, ну я не знаю, с чем это сравнить. Исты ожидали, что судья завершит предварительное заседание и начнет рассмотрение дела по сути. Но этого не произошло. Сегодняшнее заседание нам показывает, как представители горосполкома, то есть представители Одесской городской власти затягивают искусственный процесс, то есть максимально стараются, потому что у них в одних руках власть, в других руках коррупционные возможности. Я не возлагаю огромных надежд, что будет принято решение в пользу предпринимателей рынка, но это не говорит о том, что не нужно за это бороться. Конечно же нужно. И чем больше будет предпринимателей, чем больше будет таких процессов, которые отстаивают права малого бизнеса, тем быстрее мы начнем жить в цивилизованной стране. Исполнение бюрократических формальностей может только затянуть дело. Рассматривать его все равно придется. Если предприниматели проиграют в первой инстанции, будет апелляция. Правда, за это время застройщик под покровительством городской власти может уничтожить рынок. Александр Виноградов, Вячеслав Попелюк, телекомпания «Круг». 15 марта состоялся второй тур конкурса на должность директора Одесской филармонии, в котором приняли участие два кандидата. Не обошлось без скандала. Вы получили два комиссии, и вы не обращаете внимания на комиссию, против его комиссии. Я присутствовал не на одном конкурсе. Никогда помочь отлично обстоятельствам, я как ни в коем-кором не знал. Я раздал депутатам пакетам, а только в советах. Вот так начался второй тур конкурсной комиссии, где должны были выбирать кандидатуру будущего директора Одесской филармонии. Депутаты областного совета предоставили ряд документов и требовали, чтобы одного из кандидатов сняли с конкурса по причине заведенного уголовного дела. Почему вы бронь включили и толкаете зиться? А ну скажите заинтересованность вашу личную. А почему? Потому что областной совет, весь комиссия, представители всех фракций решили, чтобы вы обратили внимание, что она не имеет права участвовать в конкурсе. Но комиссия не стала прислушиваться к депутатскому мнению и не отстранила по их требованию к кандидатуру Галины. Сторонники и противники обоих кандидатов устроили на заседании дебаты. И чтобы угомонить самых активных, пришлось вызывать полицию. Галина! 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 После того, как присутствующие немного успокоились, конкурсантам дали возможность выступить по очереди перед комиссией и зачитать свои программы. У нас в филармонии сегодня 275 концертных программ. То есть, вот так, започаткованно, он и есть. 275 концертных программ. Из них 105 для детей. За последние, начиная с 2014 по 2017 год, нами сделано, отработано и введено в жизнь 300 премьерных программ. Большинство членов комиссии проголосовало за кандидатуру Галины Звицер. Это вызвало недовольство среди сторонников оперной певицы, из-за чего в зале снова начался скандал. Прошу голосовать. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять. Галина! 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 Представитель конкурсной комиссии считает решение правильным, а все происходящее давлением и политическими играми. Семь голосов за Зицер. Семь голосов за Зицер. Двое поддержали. Вы пропустили. Да, вообще прогонтировано буквально вкратце. Вы сегодня очень много выставили. Все-таки вы как глава комиссии и ваша. Смотрите, мы в первую очередь руководствовались законом Украина о культуре, где все это четко прописано, в том числе и прописано требование, которое предъявляется к претендентам на должности руководителей учреждений культуры. Там написано, опыт не менее трех лет работы поэта. У одного из претендентов этого опыта нет. Второе. Знание, доскональная работа этого учреждения. Сама Вера Ревенко считает, что этот конкурс был изначально прописан под одного кандидата, а именно нынешнего директора филармонии. Но будет и дальше продолжать бороться за пост, ведь решение комиссии носит всего лишь рекомендательный характер. А состояние, в котором находится сегодняшняя филармония, не может радовать никого. Я знаю эту систему. Я имею своих меценатов, которые с удовольствием бы сегодня вложили деньги в здание филармонии. Но у нас Галина Борисовна имеет образование строителя. И у меня возникает просто вопрос. Если меня не знают как директора и не могут видеть мою работу, то она работает 30 лет или 38, она рассказывает, сколько она там работает. Где результаты? Где результаты ее знаний? Где результаты каждодневной практически сдачи в аренду зала? Я не плачу, не рыдаю. Я достойно прочла свою программу. Я в этом уверена. У меня была программа и на год, и на пять лет. Почему-то моему оппоненту не задавались практически никакие вопросы. Мне же были заданы 20 вопросов. Окончательное решение по кандидатуре на должность директора Одесской филармонии будут принимать депутаты областного совета на следующей сессии. Денис Шацилов, Вячеслав Попелюх, телекомпания «Круг». В совместное распитие спиртных напитков закончилась трагедией. Хозяин дома приревновал знакомого к своей сожительнице. На почве ревности злоумышленник нанес несколько ударов камнем по голове своему собутыльнику, после чего завернул тело убитого в ковер и выбросил в реку. В Одесской области Ивановского района полиция задержала 27-летнего злоумышленника. Было раскрыто убийство 30-летнего человека, который с грудня прошлого года расшуковался правоохоронцами, как без вести сникли. Его тело, загернуто в килим, за следами насильственной смерти, было найдено в речке под мостом вблизи одного из сел Ивановского района. В действительности этого злочина было выкрыто 27-летнего товарища убитого, который объяснил, что злочин скояв на грунте ревности. Правонарушитель задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В соответствии с законодательством за совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Украинские вооруженные силы получат крупнокалиберные боеприпасы отечественного производства. Успешные испытания снаряда калибра 152 мм прошли на полигоне Государственной корпорации «Укроборонпром». Новый осколочно-фугасный старяд, испытанный государственной компанией «Артем», рассчитан на уничтожение живой силы, огневых средств и разрушение фортификационных сооружений. Для стрельбы используется одна из наиболее дальнобойных артиллерийских систем «Гиацинт». Кооперация предприятий концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины. Это важный шаг, который повышает боеспособность украинской армии. Кроме компании «Артем», в разработке снаряда участвовало еще несколько предприятий «Укроборонпрома», ответственных за производство взрывчатых веществ. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация о синоптиках о погоде. Напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу kruk.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. О всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей, 16 марта в Одессе переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 тепла. Днем 7-9 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова